Насколько безопасно вы себя чувствуете в общественных местах в Кировске и в Апатитах? Не очень безопасно теперь, потому что сейчас ходят слухи по интернету, что даже в Полярном не очень хорошая система пожаровой безопасности, так что не очень. Ну, я считаю вообще, что система, она какая бы ни была, она может стать лучше. И в нашем городе тоже, также в Полярном проводились мероприятия по обучению людей эвакуации в случае пожара. Я считаю, что это очень нужное мероприятие. Да бывает страшненько. А почему? Да как-то там вот темно мрачно. Вот в магазин некоторые тоже зайдешь и не выйти, и ничего. Небольшие торговые центры, планы эвакуации, в принципе, они везде есть. Ну, все доступно, понятно. В крупных торговых центрах это бежишь куда не знаю, туда не знаю куда, и в результате можешь не добежать. Незащищенно я себя не чувствую, скажем так. Да, чувствую себя, да. То есть никаких сомнений в плане того, что выйдете, если вошли? Не, все нормально. Все нормально. Не особо. Ну, я как-то честно об этом не задумываюсь. Вот. И, наверное, это и привело к этим событиям, которые произошли в Кемерово. Да, я вообще-то в общественные места не хожу. Дома сижу. Магазины не ходят? А, магазины? Ну, в магазины-то хожу, конечно. Запасно себя там чувствуете? Да, в общем-то, да. Конечно. То есть никогда не задумывались про вот эти аварийные выходы, если что, куда бежать? Или у нас маленькие магазины и, собственно... У нас, в общем-то, маленькие магазины, да. Конечно, можно найти выход всегда. Ну, это да. Это все у нас работает. Все вот эти записки насчет запасных выходов, все написано. В школе, когда там тоже все запасные выходы, ничего не закрывается, строго проверяется. То есть в этом плане ты себя чувствуешь безопасно? Ну, это да. Нет, не чувствую. Мне кажется, что система безопасности у нас не очень хорошо работает. Почему так кажется? На театрах. Ну, такое ощущение какое-то подневольное, что это все как бы надо лучше организовать. Ну, в связи с последними происшествиями, конечно. Вот. Чтобы проверили все организации и, как бы, ну, заведения. Достаточно безопасно мы чувствуем себя здесь, потому что, по сути дела, как-то более спокойно стало по сравнению с прошлыми годами. Так что от всяких неприятностей никто не защитит. Типа пожары или еще что-нибудь. А помните ли вы все телефоны экстренных служб? Сможете ли позвонить в случае чего? 9-1-1. 0-2, 0-3, ну и все. 0-4. 0-4. А, я не помню. Ну, вот, так же можно позвонить в справочную службу и узнать спокойно, конечно. Если на это будет время. Да, ну, если на это будет время. А с мобильного знаешь, как позвонить? С 112? Да, да, и буду. С мобильного? А, с мобильного, да, 111. Со стационара сможете позвонить? Ну, можно. 0-1, 0-2, 0-3. Помнишь ли ты телефоны экстренных служб? Да. Сможешь ли позвонить, если что? Ну, помню. 9-1-1, там, звездочка 0-2, 0-1, 0-3. 0-1, 0-2, 0-3, 0-4. Это газовая служба, 0-2. Милиция, 0-3. Скорая помощь. Молодец. С мобильного знаешь, как позвонить? Я, кстати, недавно пробовала набрать. Вообще, вроде как, 102, если вызывать полицию. 103, 102, 104. Помните ли вы хорошо телефоны экстренных служб, куда надо звонить, если что? 9-1-1, 112. С мобильного? Да. Да, 112 с мобильного. 112. С мобильного, а со стационара? Не знаю. У меня нет стационарного телефона, да? Нет. Помните ли вы наизусть телефоны экстренных служб? Ну, я знаю, что надо звонить 112, ну, и потом уже оттуда плясать. 0-1, 0-2, там, может, как скажут. Помните ли вы все телефоны экстренных служб? Сможете ли ими воспользоваться? Да, конечно. Конечно. Такое помню. 1, 2, 3, 4. Всего знаешь. А с мобильного знаете, как позвонить? Да, 112. Молодец. Молодец. Молодец.